Физкульт привет! Друзья, ученики и просто случайный зритель. Сегодня поговорим с вами на интересную и очень важную тему. Индикаторы, которые помогают нам понимать, отслеживать, насколько грамотно, насколько правильно составлен наш тренировочный режим, тренировочный график, тренировочный сплит. Мне очень часто в личку, и вы видите в комментариях под видео на YouTube-канале, задаются вопросы следующего характера. Может ли половое влечение показывать, насколько грамотно или неграмотно человек тренируется? Другими словами, если у вас пропадает желание, после того, как вы потренировались, но не сразу, естественно, после тренировки, а на следующий день, утром или еще позже, то это, друзья, действительно говорит о том, что ваш тренировочный график, режим составлен неверно. Вы знаете, что наш организм работает как единое целое. И уместно здесь будет целесообразно говорить о трегламерате, таком как центральная нервная система, эндокринная нервная система и иммунная нервная система. Все мы с вами преследуем одни цели, когда приходим тренироваться. Тренажерный зал или фитнес-центр. Естественно, это сохранение и улучшение нашего с вами здоровья. Основная масса людей приходит в тренажерные залы именно за этим. Мы сейчас не будем рассматривать тех людей, которые приходят для того, чтобы выступать, выступить на сцене, на соревнованиях. Таких людей единицы. Что же такое физическая тренировка с точки зрения медицины, с точки зрения науки, с точки зрения здоровья? Если вы читали книгу Виктора Николаевича Силуянова «Изотон», то вы наверняка встречали там такое изречение, что физическая тренировка по сути замещает усталые, поломанные, если хотите, клеточные структуры, замещая их на более молодые, здоровые и, естественно, жизненно приспособленные. Что, по сути, говорит нам о том, что грамотно составленный тренировочный режим можно рассматривать как эликсир молодости. Ведь, смотрите, с помощью главной грамотной физической тренировки мы с вами запускаем процессы анаболизма, которые замещают клетки по всему нашему организму, во всех органах и системах. Это очень-очень важный момент, на который стоит и нужно обращать наше с вами внимание. Смотрите, если вы молодой парень, то с эрекцией у вас должно быть все в порядке, и каждое утро вы должны просыпаться, грубо говоря, в вигваме. Помните, да, такую песенку Сектора Газа? Ну, люди моего поколения помнят. Если вы уже зрелый мужчина, то это у вас может быть нерегулярно. Но если вы не хотите, если у вас нет полового влечения к противоположному полу, то вы с гарантией перетренировываетесь, либо недовосстанавливаетесь. Что, в принципе, одно и то же. Это очень-очень важный и тонкий момент. И именно это может быть одним из индикаторов отслеживания, грамотно ли вы или ваш персональный тренер составляют вам тренировочную программу. Кстати, это подтвердил и сотрудник лаборатории адаптологии спортивной Андрей Антонов на одном из стримов у меня на канале. Об этом я раньше вам тоже говорил. Кстати, здесь хочу сразу же обозначить одну очень важную вещь. Если вы начали жить половой жизнью, вы не имеете права ее прекращать. В каком смысле? В том смысле, что если вы, это сейчас касается парней, мужчин, если вы очень долгое время воздерживаетесь, то у вас может случиться застойная импотенция. Да, действительно, друзья. Это факт. И лечить ее будет довольно-таки довольно проблематично. И несмотря на то, что наш супернатурал Шреддер никогда не мастурбировал, никогда не дрочил, извините за выражение, таких людей единицы, если у вас нет полового партнера, то вы должны раз в четыре дня сами помогать себе. Здесь, да, подходит лучше всего спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Обращайте на это особое внимание. Это очень нехорошо для здоровья, если вы поддерживаетесь долгое время, если вы начали жить половой жизнью. Обращайте на это особое внимание. Нет в этом ничего зазорного. И волосы на ладонях у вас не вырастут. Но вернемся к нашей теме. Мы с вами поняли, что половое влечение должно и может быть индикатором того, как грамотно вы тренируетесь. Что касается следующего, центральной нервной системы. Здесь тоже, кто бы что ни говорил, имеет место быть утомление и переутомление. Пример из жизни. Когда я готовился впервые к своим соревнованиям по бодибилдингу, а были это областные соревнования в Самарской области. Кстати, я там занял по юношам второе место, а среди мужчин третье место. Довольно-таки неплохой старт, да? Подготовка у меня заняла два месяца. С учетом того, что я тренировался почти каждый день, работал на автовазе на конвейере. Многие понимают уже, что это такое. Я вставал каждое утро и бегал 30-40 минут. При этом, что пахал на заводе. И что вы думаете? Да, я сбросил 10 килограмм. Естественно, это были и жир, и мышцы. Потому что на тот момент я не применял никакую фармакологию. Но в чем прикол? Прикол в том, что у меня и сейчас, после почти 30-летнего стажа тренинга, и я никогда его не прекращал, я не ищу мотивацию. Понимаете, да? У меня такой настрой, что я себя даже сейчас, уже мне вот послезавтра будет 43, я себя сдерживаю, чтобы не ходить каждый день на тренировки. А представьте, какой у меня был запал в 20 лет. Да, мне на тот момент переболило всего со 20 лет. И что вы думаете, друзья? Я пришел после соревнований, на следующий день буквально, с огромным энтузиазмом. Я занял второе место среди юношей, третье по мужчинам с первых своих соревнований. Меня поддержало огромное количество друзей, знакомых. Естественно, я пришел рвать железо и двигаться, двигаться, повышать свою мышечную массу, кондиции. Но, когда я взял в руки гантельки, как сейчас помню, на тот момент я хотел делать подъемы на бицепс в положении, сидя с упором спины. Что вы думаете? Произошел какой-то необъяснимый мне такой феномен, что я на психическом уровне почувствовал, что если я сейчас начну качать железо, то меня просто вывернет. Блевану другими словами. Подчеркиваю, на психическом уровне, потому что физически я был готов и хотел, и желал тренироваться. Понимаете? Вот насколько была переутомлена моя центральная нервная система. Хотя физически я чувствовал себя прекрасно. Я похудел, я двигался гораздо легче. Вообще испытывал прекрасное расположение духа. Но, тренируясь в таком режиме, работая на автовазе, помимо всего прочего, я загнал себя в такую перетренированность, что она переросла в синдром постоянной усталости. Тогда еще это только-только зарождалось. Врачи не верили в это, особенно в России. Естественно, у нас на заводе наши местные врачи в поликлинике думали, что люди просто не хотят работать, хотят больничные, придумывают какую-то херню. А я вам объясню. Когда вы впадаете в состояние перетренированности, то это как если переболеть очень-очень тяжелой формой гриппа, когда ломит кости, мышцы болят, вообще даже без движений. А синдром хронической усталости, это когда вы просыпаетесь после ночного сна, вот в таком состоянии, как будто они спали, как будто разгружали ночью мешки с цементом, и вас при этом еще дубинками немножечко подбатривали. Вот что такое перетренированность. Вот почему так важно, друзья, ловить, отслеживать вот эти сигналы, которые дает нам с вами организм. Обязательно отслеживайте это. Ведь все мы в первую очередь хотим быть здоровыми, правильно? Это очень-очень важный такой тонкий момент. Ну вот, тригломерат, да, я говорил. Центральная нервная система, эндокринная нервная система, которая в первую очередь обуславливает оздоровление, анаболизм нашего организма через выработку гормонов путем построения грамотной тренировочной схемы, тренировочной программы. Но что касается иммунной системы, я уже говорил, что все в нашем организме взаимосвязано, имеет целостный характер, целостную структуру. Так вот, если вы тренируетесь неправильно, неграмотно в таком режиме, который описывал я вам раньше, на собственном примере, то вы точно так же заметите, что вы начали чаще болеть, что вы болеете более продолжительное время, сама болезнь протекает сложно. Это тоже, друзья, говорит о всем о том, о чем я говорил вам раньше, извините за тавтологию. Но мы-то с вами хотим жить счастливо, для этого нам нужно иметь физическое здоровье, психическое здоровье, эмоциональное, духовное здоровье. Только совокупность всех этих факторов будет делать нас счастливыми. Понимаете? И только вы, через призму всего того, что мы с вами обсудили, являетесь здесь лучшим тренером, инструктором, врачом, советчиком самому себе. Никто, так как вы, не сможет отслеживать, регулировать и настраивать вас на построение грамотного режима дня. Кстати, все это говорилось, подразумевая, что вы грамотно и правильно питаетесь. Давайте коротко. Что такое правильное питание, друзья? Правильное питание это рациональное питание. Это не значит, что оно должно быть разнообразным. Не путайте. Рациональное питание это когда вы даете своему организму все макро и микро элементы. Все 20 аминокислот, все 13 витаминов, жиры, белки, углеводы. Это все необходимо нам для здорового существования. Если вы не будете рационально питаться, произойдет дисбаланс. Где-то будут происходить какие-то нарушения, которые повлекут за собой сбой других систем. К примеру, витамины группы В крайне необходимы нам для здорового функционирования центральной нервной системы. Усвоение белков. Нам просто крайне необходимо подпитывать себя жирами омега-3 качественными. Большинству людей необходим витамин D. Потому что всего этого сейчас очень-очень не хватает. Такова жизнь, такова реальность, такова современная трактовка и такой подход у современных бизнесменов. Питание, тренировки, все это давно стало бизнесом. И никого вы не интересуете со своими нуждами, потребностями, со своим здоровьем. Наоборот, чем более больны вы будете, тем больше денег на нас с вами сможет сделать бизнес-индустрия. В любой сфере жизнедеятельности. Абсолютно в любой. Поэтому вы сами должны изучать хотя бы элементарные вопросы. Что такое диета? К сожалению, сейчас современный мир воспринимает диету как какую-то такую очень узконаправленную диету именно с точки зрения потребления той или иной пищи. но это неправильно. Что такое вообще диета? Это словосочетание, которое пришло в современный язык из древнегреческого языка и было составлено из двух слов, обозначающих образ жизни. Обратите внимание, друзья, не образ питания, да, а образ жизни. На что и нам с вами нужно обращать внимание и реагировать. Не нужно загонять себя в какие-то рамки. Естественно, пищевой мусор нужно из нашей жизни убирать максимально. Чтобы нам не говорил смеясь Борис Цацулин про сахар и его безопасность, это все чушь, друзья. сахар однозначно вредит, сахар однозначно негативно влияет на организм. И его нужно ограничивать, а может быть даже полностью исключать. Потому что в принципе даже если вы исключите потребление сахара с конфетками, с печеньями, с кофе, с чайком, он все равно будет поступать в наш с вами организм, потому что он и сахар и соль присутствует сейчас практически во всех продуктах, которые продаются в супермаркетах. И мы можем этого даже не знать. А если дети потребляют очень много сахара, опять-таки я крайне негативно отношусь к тому ролику и как преподнес это Борис Цацулин. Это реально убивает наших детей? Есть научные исследования обоснованные посмотрите послушайте, задумайтесь об этом. И ожирение и все проблемы с сосудами не из-за жиров и не из-за холестерина, друзья, а из-за сахара. Из пустой вот этой калории, которая действует на организм как кокаин. Кто бы что вам не говорил. ГМО вот как раз-таки безвредно, что доказано уже не раз. Когда люди говорят о вреде ГМО, ну просто смешно. Поэтому, друзья, надеюсь, я ответил на ваши вопросы. Для того, чтобы легче было отслеживать вот эти сигналы, которые дают нам центральная эндокринная иммунная система, дневник должен быть не только дневником тренировок. Это должен быть и дневник притания, и дневник того, как вы себя чувствуете, во сколько легли, во сколько встали. Чем больше информации, чем более подробно вы будете ее описывать в своем дневнике, тем легче вам будет реагировать на все эти сигналы и индикаторы. В идеале, если вы очень серьезно относитесь ко всему этому, я рекомендую каждое утро, как вы проснулись, мерить пульс, не вставая с кровати и записывать его. И даже по легкому изменению пульса вверх или вниз вы будете уже видеть, насколько близка или уже наступила перетренированность. Отнеситесь к этому очень серьезно, друзья. Надеюсь, вам было интересно. Делитесь данным роликом в своих соцсетях, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, если хотите не пропускать мои видеоролики, которые выходят очень часто, а YouTube сейчас не показывает вам их, если вы не нажмете на колокольчик. И обязательно, друзья, пишите в комментариях, с чем вы согласны, с чем вы не согласны, может быть, я что-то где-то упустил, пока ехал, отвлекался на дорогу. И задавайте вопросы, темы задавайте, какие вы хотели бы обсудить, услышать в следующий раз в моих видеороликах или статьях. В следующих видеороликах всем сухой мышечной массы и силы без травм. Напомню вам, что вы можете приобрести две мои книги отдельно для мужчин, отдельно для девушек о всех тонкостях тренинга питания и восстановления. Обязательно, если хотите разбираться во всем этом, напишите мне в личку и я отвечу вам, как вы можете это сделать. Особенно, друзья, если вы являетесь тренером-инструктором, вы просто обязаны изучить эту литературу. Соглашаться с ней, не соглашаться, это будет уже ваше личное дело. Но если вы взяли на себя ответственность, смелость тренировать людей, вы просто обязаны изучить эти книги. И обязательно, друзья, делитесь данным роликом в своих соцсетях. Это лучшая благодарность для меня и для канала. Ставьте палец вверх, если вам понравилось. Если не понравилось, пишите, что вам не понравилось и смело ставьте дизлайк. Отдельная просьба, кто уже опробовал на себе в молодости или сейчас проходит эту методику, расскажите, поделитесь в комментариях с вашими достижениями, вашими результатами, ощущениями. Я уверен, что подписчикам и всем, кто смотрит данный ролик, это будет очень и очень интересно. Ну что, друзья, не буду вас больше грузить разной информацией. Не забывайте, что вы можете присылать свои вопросы в комментарии и я обязательно на все вопросы отвечаю. Вы это видели. А на некоторые, как вот на данный, даже снимаю видеоролики. Спасибо за просмотр. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры сделал DimaTorzok